Здравствуйте! В эфире новости ТМК в студии Полина Угримова. Сегодня финальный выпуск нашей программы в этом году. И вместе с нами итоги работы трубно-металлургической компании подведет генеральный директор ТМК Сергей Чеколов. Сергей Геннадьевич, добрый день! Добрый день! Каким, на Ваш взгляд, был 2023 год для ТМК? Что Вы можете сказать о производственных показателях предприятий и компании? Это был очень интересный год, непростой. Компания достаточно уверенно стремится к выполнению своих производственных заданий. Я думаю, что у нас еще будет время подвести итоги в цифрах, и они будут впечатляющими, потому что очень много рекордов на разных предприятиях и на разных производственных площадках. Очень важно, что идут структурные изменения. У нас формируется периметр компании, он изменяется. Сформирован машиностроительный дивизион Этерна. Он хорошо отработал ТМК «Нефтегазсервис», потому что в 15-летие он стал еще увереннее и больше географически. И при этом очень интересные целевые задачи решают наши сталиповедщики, потому что это время рекордов. И очень много, очень интересного и важного делается руками людей, которые работают в компании. И мне кажется, что это самое главное, потому что компания работает одним коллективом. Все трудности, которые были вокруг нас, мы решаем вместе. А что вы можете рассказать о проектах в области научно-технического развития? Какие из них уже удалось завершить в этом году и какие планы строите на будущий год? Во-первых, надо напомнить, что у нас очень хорошая научно-производственная база, научно-технический центр ТМК, исследовательский центр ТМК. У нас есть русский научно-технический институт, большое количество сотрудников, в том числе и остепененных, и просто очень толковых. И на этой базе, естественно, мы делаем очень много вещей в прикладном смысле, потому что вся логика работы ТМК в направлении стоит на том, что мы в одном интерьере, в одной площадке, сразу же для себя прорабатываем сам прообраз будущего продукта, тут же его каким-то образом пытаемся испытать в той среде, даже математически на цитры, которая будет использоваться, потом сделать какой-то образец, потом его испытать уже фактурно здесь и в реальных испытательных центрах. И это, в общем-то, наверное, ускоряет весь цикл вывода продуктов в несколько раз, потому что у стандарта металлургии это обычно 2-3 года, у нас получается 6-8 месяцев. И это, конечно, делается в интересах и как наших заказчиков, с которыми есть большие серьезные программы, так, наверное, все-таки в нашем понимании, потому что очень серьезная математическая база, очень хорошие и правильные компетенции по сварке, очень хорошие компетенции по прокатному производству, очень хорошие специалисты, которые этим занимаются. И мне кажется, что еще такой очень важный момент, наверное, принципиальный для нас, для всех, что это все делается в каком-то таком правильном острове, потому что вообще люди, которые занимаются творчеством, они должны работать в нормальных условиях. Мне кажется, мы эти условия обеспечиваем. Поэтому, в принципе, вот эти центры компетенции, которые созданы сейчас по направлению, например, по сварке, по материаловедению и другие, они, в общем-то, решают свои задачи эффективно. И один из примеров – это испытание трубы на 150 атмосфер, которые прошли успешно в Челябинске в мае этого года. Таких примеров много, наверное, обо всех рассказывают, здесь смысл большого нет. Но, конечно, надо еще отметить, что есть в компании линейка премиальных продуктов. Мы очень активно занимаемся. И радует то, что несмотря на изменение условий добычи в стране по разным причинам, мы на все вызовы имеем ответы свои. И поэтому наши коллеги, которые работают в этих сложных условиях, могут брать продукты ТМК, но это очень хорошо. ТМК традиционно вкладывает немало ресурсов и в модернизацию производства, и в цифризацию производства, но также в развитие регионов присутствия. Почему, на ваш взгляд, это важно для компании – развивать города, в котором находятся предприятия компании? Мы – большая компания с огромным количеством работающих людей, самих предприятий. И эти предприятия находятся в разных регионах, в разных городах, в больших и малых. В большей степени, в относительно небольших. И мы понимаем, что люди, которые работают у нас, они работают и живут там же рядом. И мы понимаем, что то, что они вокруг себя видят, и как мы в этом можем им помочь, создает ту среду и ту правильную ментальность. Мне кажется, что вообще взаимодействие работодателей и людей, которые работают на этом предприятии, это вообще был всегда очень важный аспект, особенно важный сейчас. Поэтому, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы была правильная среда, чтобы люди чувствовали себя уверенным и в правильном сопровождении не только на работе, но и после работы, чтобы они знали, куда ходить, чтобы они понимали, как они могут куда отвезти своих детей, чтобы они понимали, что там, где они живут, интересно, и тем людям, с которыми они работают. Поэтому это очень важная тема, и мы точно абсолютно системно это поддерживаем. Это разные программы в разных городах, это разные акценты, разные направленности. Но в целом это все-таки создание той среды, благоприятной для наших людей, для людей, которые работают в компании ТМК. Говоря о тесной связи предприятия ТМК с регионами, у нас есть наглядный пример из Полевского. В этом году там при поддержке ТМК реконструировали центральную улицу города, фактически превратив ее в одну большую зону отдыха. Репортаж Светланы Хисматулиной. Улица Коммунистическая, как главная улица Трубников, была построена в 60-е годы прошлого столетия. В сентябре этого года она была открыта после масштабной реконструкции. И вот уже на протяжении нескольких месяцев она является центром притяжения для гостей и жителей города. Облагораживание приурочили к 305-летию Полевского. Всего реконструировали более 50 тысяч квадратных метров и высадили более 800 деревьев и кустарников. На улице уложили тротуарную плитку, оборудовали велодорожки и установили декоративные фонари. На самом деле мне все нравится, и нравятся и члены моей семьи, эти все изменения. То есть, в принципе, улица стала просматриваться. То есть появился какой-то масштаб. Все для людей, которые здесь живут. На Коммунистической установили макет махового колеса. Без него металлургические заводы в 18-19 веках не смогли бы работать. Волнообразные скамьи символизируют Чусовую – одну из самых живописных рек Урала. А на фасадах домов появились картины с изображением Петра I, Павла Бажова и другими сюжетами на исторические темы. Много бываю в разных городах и вижу, что не в каждом городе центральные улицы связаны с историей. А у нас теперь и маховое колесо, и трубы, и с историей завода, и с историей города это связано. Улицу освещают декоративные фонари, которые, как признаются жители города, создают новогоднее настроение. Впрочем, и летом коммунка точно останется оживленной. Здесь можно будет не только прогуляться, но и прокатиться на велосипедах и самокатах. Светлана Хисматулина, Сергей Чижов. Новости ТМК. Еще одна актуальная тема – здоровый образ жизни. Что делает компания, чтобы сотрудники следили за здоровьем, и вообще, насколько, на ваш взгляд, эта тема популярна среди работников предприятий ТМК? Ну, вообще здоровый образ жизни – это выбор каждого работника самостоятельный. Компания может это поддерживать, компания может пропагандировать, компания может в этом участвовать, может создавать условия. Понятно, что это все тоже такая комплексная система, которая включает в себя и заботу о здоровье, и спорт, и отдых, и многие-многие другие элементы, питание. И так или по-другому, мы все это делаем. И вообще есть такая смыслная социальная программа, и она рассматривается на разных уровнях компаний, принимается ежегодно и активно проводится в жизни, которые, ну, как вы знаете, например, в прошлом году мы расширили возможности для отдыха наших людей. Мы отремонтировали и перезапустили несколько, в какой-то степени, так сказать, устаревших активов. Это вот сосновобор, перо-уральский и база трубник, так сказать, в Полевском. Это очень важные элементы. На заводах компании используется вот эта так называемая тарелка здоровья. Нам надо сказать о том, что, конечно же, мы наблюдаем за состоянием здоровья людей, мы пытаемся делать профилактику болезни. Значит, мы так или по-другому, так сказать, делаем какие-то специальные, профессиональные и другого рода осмотры. Активно смотрим на людей, которые имеют проблемы с сердечно-сосудочной деятельностью. Например, специальная программа рассчитана на людей с хронической болезнью сердца. Там же тоже несколько сотен человек, которые проходят специальные процедуры обследования. Многое другое. Естественно, очень важная тема про спорт, которая очень активно поддерживается на всех предприятиях компании, по всем практически видам спорта, сказать, есть какие-то, может быть, выборы для каждого завода больше степени, сказать, свои там специфические. Но, в общем и целом, тут нужно говорить больше не о спорте конкретном, а об охвате. И этот охват очень большой, это очень радует. Это важно, потому что люди должны понимать, что они не только нам нужны здоровья, а не себе нужны здоровья. Забота ТМК о своих сотрудниках проявляется и в вопросах безопасности. Посвященные ей недели уже стали традиционными на большинстве предприятий. На Волжском трубном заводе в марте этого года открылся Центр управления охраной труда, где есть все возможности для отработки полученных знаний по промышленной безопасности. Подробности в материале Елены Сюзиковой. Выполнять свою работу без ущерба для себя в этом посетителям Центра изобретения безопасности на Волжском трубном заводе помогают технологии виртуальной реальности. В новом комплексе расположен VR-тренажер, на котором работники также могут пройти и различные тесты. Центр располагается на трех этажах административного корпуса трубопрессового цеха номер 2. Благодаря офисам открытого типа и грамотной планировке сотрудники легко могут взаимодействовать между собой. На нашем этаже у нас бюро по специальной оценке условий труда, нормативно-аналитическое бюро, бюро по контрольно-профилактической работе. То есть все вопросы, которые возникают, мы их решаем гораздо быстрее, чем, конечно, у нас было раньше, когда мы сидели в разных помещениях и даже, будем говорить, в разных административных корпусах. Большое внимание уделили и дизайну комплекса. Его оформили в ярких цветах. На стенах собрали вдохновляющие цитаты, а на глаза то и дело попадаются предупреждающие знаки. Такие же используются и в цехах. А в одном из холлов расположен выставочный стенд современной защитной одежды и аксессуаров. Самое главное, посмотрите вокруг. Это же удобство, удобство прежде всего. Красиво, светло, достаточная освещенность, компьютеризация рабочих мест. То есть все гаджеты под рукой. Даже и слов-то не надо, просто надо посмотреть, и все будет понятно. Еще одно преимущество центра – его могут посетить все сотрудники ВТЗ и задать интересующий их вопрос в сфере безопасности предприятия. Один из этажей – это этаж свободного доступа для всех работников предприятия, в том числе для гостей. На этом этаже обсуждаются вопросы, касаемые любых направлений в сфере охраны, труда, промышленной безопасности. Туда могут прийти с любым вопросом и получить достаточный ответ. С марта в Центре безопасности прошло более 200 экскурсий, 15 собраний и совещаний по охране труда. Инициативы центра позволят проводить работу по предотвращению несчастных случаев еще более эффективно. Елена Сюзикова, Анатолий Вдовенко, Новости, ТМК. Давайте теперь поговорим об экологических проектах компании. Какие наиболее значимые из них вы могли бы отметить за уходящий год? Экологическая программа у нас тоже комплексная. Она охватывает практически все предприятия и рассчитана на несколько лет. Во многом она направлена как раз на те понятные и известные направления, то есть вода, воздух и отходы. В этом году нужно отметить, что в рамках этой программы был запуск как раз того предприятия Аквабаланс Челябинский, который комплексно завершил возможности ЧТПЗ практически жить на замкнутом оборотном цикле. И более того, даже каким-то образом поддерживать водохранилище, которое находится не на балансе завода, а рядом. Это важный элемент полигона Волжского трубного завода. Активно заработал, получил комплексное экологическое разрешение. Это тоже такой для нас важный шаг. Активно продолжается программа в Тагадроге по воссозданию биомассы ситровых рыб. И это как раз говорит о том, что мы делаем очень многие такие элементы, потому что они так или по-другому как раз решают вот эту вот комплексную задачу. Эта программа имеет задачи свои на 2024 год и на 2025. У нас впереди серьезные работы по перворальщику и по воздуху, и по воде, и по полигону. Продолжаются работы по Северскому трубному заводу, ну и практически по любому предприятию ТНК. И тут надо, видимо, отметить то, что мы понимаем, что тут дело не в нормативах, а дело, скорее всего, как раз в технологиях. Потому что компания активно занимается именно производственной базой. И, наверное, это наилучшие доступные технологии, которые мы используем для производства. Они сами по себе лезут гарантией того, что мы делаем меньше урона от кружающей среде. Наверное, еще один момент такой важный. Мы практически единственная компания в стране, которая производит сталь только методом электрометаллургии. То есть это само по себе уже переработка отходов. Вы упомянули «Аквабаланс», который начал работать в октябре этого года. Наш корреспондент Анастасия Алешина побывала на объекте, чтобы увидеть, как он функционирует спустя два месяца после запуска. Вот так выглядят промышленно-ливневые стоки, которые поступают на фильтрацию. А вот до такого состояния доводилась вода на старых очистных сооружениях предприятия. После ввода в эксплуатацию комплекса «Аквабаланс» благодаря системе многоуровневой очистки стоки ЧТПЗ очищаются до уровня качества выше питьевой воды. Технологический процесс очистки в комплексе «Аквабаланс» создавался полтора года. Сначала поступающая сюда вода отправляется на отстаивание в специальных резервуарах, затем проходит через пескоулавливатели. На этапе флотации она смешивается с реагентами, получается так называемая флотационная пена из загрязняющих веществ, которые легко удаляются с поверхности. Далее промышленно-ливневые стоки проходят через песчаные фильтры и слой кварцевого песка и гидроксидокалия. Финальный этап – система угольных фильтров. В Центре аналитического контроля проверку проходит вода грязного и чистого оборотного цикла ЧТПЗ, а также вода, которая поступает на территорию предприятий с городской реки Миас и из озера Шелюгина. Ежедневно в лабораториях очищенную воду проверяют на несколько десятков химических показателей. В сутки специалисты Центра аналитического контроля выполняют до 20 анализов воды, оценивая содержание в ней 30 различных компонентов. С пуском «Аквабаланса» было закуплено дополнительное оборудование, которое позволяет нам выполнять анализы в более короткие сроки. Спектрометр с индуктивно связанной плазмой, он очень высокочувствительный и дорогой. Также мы получили флюорат. На новом оборудовании мы будем выполнять металлы, спавы, нефтепродукты. Расширим список фотометрических методов анализа. Это такие, как сульфаты, хлориды, нитраты. «Аквабаланс» в час очищает до 330 кубометров воды, которая используется в десятках технологических процессах на металлургическом производстве. Анастасия Алешина, Егор Голубкин, Новости ТЭМКО. Сейчас, если не возражаете, давайте поговорим о новогодних праздниках. Вы начинали свою трудовую деятельность на Волжском трубном заводе. И были ли тогда какие-то особые традиции празднования Нового года на ВТЗ? И если да, может быть, что-то интересное вы вспомните? Волжский трубный завод уже строился в степи. Поэтому люди, которые туда приезжали, не приезжали из каких-то других регионов в большей степени. Сказать, наверное, как раз для Волжского трубного завода это больше выходцы с Урала. Поэтому, наверное, специальных традиций волжских праздновать Новый год, может быть, и нет. Специальные традиции советские, потом, скажем, российские, они, в общем-то, наверное, всем известны. Это, скорее всего, больше семейный праздник. Но собирались как-то отделами в предновогодние дни? Праздновали? Ну, конечно, собирались. Для этого были разные площадки, потому что людям нужно общаться. Новый год-то всегда какое-то подведение итогов. И это общение, ну, все-таки в большей степени это общение, так сказать, в дружеском кругу, так сказать, в семейном круге. Потому что кто с кем дружится, кто с кем же, кто с кем рядом, тот обычно собирается. И напоследок, что бы вы хотели пожелать нашим сотрудникам и многочисленным партнерам трубной патологической компании? Мы живем в очень такое интересное время. Оно не простое, но это время возможностей. И мы живем в сильных странах, работаем в сильной, успешной, уверенной компании. У нас такие, в общем-то, профессиональные, так сказать, и уверенные люди. Поэтому я точно убежден, что у нас все получится. Получится все, что мы себе планируем, так сказать. И тут, мне кажется, что главное для всех, чтобы все-таки мы жили под мирным небом, чтобы мы были здоровы, чтобы у нас было желание и работать, и правильно отдыхать, и чтобы мы относились друг к другу, так сказать, по-человечески, правильно. И тогда все у нас будет хорошо. Большое спасибо за теплые слова. Большое спасибо, что пришли к нам в студию. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Счастья, удачи, всего самого наилучшего. Спасибо. Это были новости ТМК. Спасибо, что были с нами на протяжении этого года. Продолжайте следить за новостями ТМК на сайте компании. Платформе Трубник Онлайн и в соцсетях. Увидимся в новом году.